Всем привет! Меня зовут Настя и сегодня мы приехали на Воскресенский хлебокомбинат. Пойдемте проверим сырье, из которого делают хлеб. Мы будем выпукать черный хлеб. У нас есть здесь мука второго сорта. Чтобы начать проверку кислотности, мы должны 5 грамм, вот наши 5 грамм муки второго сорта, мы высыпаем 50 миллилитров дистиллированной воды, вот она у нас, выливаем ее сюда и нужно перемешать до однородной массы. Вот, все, у нас однородная масса. Нам нужен натрий OH, фенолфтолин, 3 капельки. Раз, два, три. Сейчас мы будем добавлять натрий OH по капельке и смотреть, как меняется цвет. Вот, видите, розовая краска. 18,7. Сейчас у нас 21,5 минус 18,7, это 2,8. 2,8 умножаем на 2, это 5,6. Мука нам подошла, должно быть не более 6. Пойдемте смотреть белизну муки. Выбираем сюда муку, надеваем сюда, переворачиваем, нажимаем, вытаскиваем, вуаля. Нам нужно нажать на пуск. Вуаля, подтвердилось. Второй сорт муки. Белизна 11,8. Все убираем и отправляемся в заквасочный цех. Для начала нам нужно приготовить заварку для нашего ржаного хлеба. Это заварочная машина. Вот здесь набирается мука. Чтобы она посыпалась заварочной, аппарат, нам нужно нажать на вот эту красную кнопочку. Давайте. Давайте, подвините. Теперь мы открываем горячую воду. Вот, открыли. Дальше мы идем включать машину. И включаем пар. Это включили. Вот процесс заваривания. Весь процесс занимает 40 минут. Будем ждать. Вот готовое питание для закваски. Оно приготовилось. Сейчас мы будем набирать и отправлять в закваску. Молочнокислые бактерии, которые остались в той закваске, они будут сейчас кушать именно это питание. Мы идем смотреть, готова ли наша закваска. Закваска должна быть не более 22 градусов. Нужно подержать пару секунд. 21,3. Берем и идем проверять. Прямо на месте здесь будем измерять кислотность. Все делается однотипно. Доливаем 5 миллиграмм. Три капли. Теперь у нас розовый. У нас 25 минус 17,9. Достаточно. Теперь мы открываем. И она идет на производство. Начинаем процесс производства. Для этого нам нужно включить лизировочную станцию. Дальше два вида муки. И вот идет процесс. Воронка делителя, куда попадает замешанное тесто. Вон она, я его вижу. Чтобы потом отправиться и делиться по формам. И видно, что вес одинаковый. В принципе, они разделяются так. Вот, вот. При температуре 220 градусов. Вот такая вот хлеб. В течение одного часа. И теперь после всего процесса производства хлеб попадает на полки. Хлебушек, который мы выпекали. Стоимость его 25 рублей. Вот мы и побывали на Воскресенском хлебокомбинате. Девиз предприятия. Наш хлеб, ваше здоровье. Ешь российское.